Прижимая туфли к груди, мы вернулись с Люлей в лагерь. Как всегда, девчонки нас обступили, раньше не общались, а тут, увидев у нас в руках вот такие яркие, красивые шлёпанцы, обступили, где взяли, где купили, мы тоже поедем туда, мы тоже купим. Мы с Люлей коротко рассказали свою историю, и первое, что мы услышали, был такой вопрос. А что нам не взяли? Там же была целая куча, надо же было в сумку натолкать. Даже в голову не пришло такое взять ещё кому-то, девчонки, не потому что мы такие вот эгоистки с ней, а потому что ситуация такая была, мы даже не думали о том, что мы ещё кому-то что-то должны взять, тем более там у девчонок была обувь, мы решали свою проблему. Обида какая-то. И от нас опять очень многие отвернулись. Ну, вы знаете, мы не расстроились. Чего нам расстраиваться? Потому что, когда имеешь друга, близкого друга, когда у тебя есть такой друг, которому ты можешь доверить всё-всё-всё, и ты знаешь, что он тебя не предаст, потому что характер такой, потому что своих не предают. И ты понимаешь, что этот человек тебя не предаст, потому что он такой же, как ты. Он испытывал в жизни точно такой же дефицит общения, как и ты. И он ценит твоё к нему отношение, твоё к нему доверие, и он тебе доверяет. Я думаю, что как-то так. Ну, в общем, короче, с Люлей мы не стали обращать внимание на них. За нами зашли наши мальчишки знакомые, и мы, значит, с ними тоже опять собрались куда-нибудь пойти замутить что-то. Смотрим. На нас девчонки так оглядываются. А к Люле вообще подходят и говорят, познакомься с этим, познакомься с этим мальчиком. Люля говорит, а что знакомить-то? Вон, иди и знакомься. В одном лагере живём. Мол, ты что, не знаешь, что ли? А оказывается, мы-то с мальчишками просто дружим. Ну, играем вместе. А у девчонок уже любовь на уме, понимаете? Наверное, это нормально, так и должно быть. Но тогда для нас было чудно. А любви с Люлей мы даже не мечтали. Какая любовь? Мы о любви даже не думали с ней тогда. Мы нашли друг друга. Два человека, которые могут легко общаться. Не надо притворяться быть кем-то очень хорошим или очень плохим. Притворяться, что тебе нравится, что тебе не нравится. Не надо притворяться. Можно быть самим собой. Ей со мной, а мне с ней. Вы не представляете, какая лёгкость была у нас в отношениях. Один только что-то подумает, другой уже догадался, понял и уже мысленно согласился. Вот так мы с Люлей жили. Но в компанию свою мы никого не принимали. Не потому, что мы не хотели, нет. А потому, что две белые вороны в чужой стае держались вместе, особняком. ценили друг друга, уважали, ценили наши отношения и не хотели, чтобы кто-то это нарушил. Мы наслаждались тем, что мы есть друг у друг друга. Может быть, поэтому на нашу долю свалилось столько изумительных приключений. Лагерь жил своей жизнью. Каждый день нас посылали на разные объекты. Однажды мы собирали черешню. На плантации было очень много черешин. И они были такие высоченные. Нам, конечно, давали деревянные лестницы, но эти лестницы невозможно было поднять. Они огромные, они тяжелые. Мальчишки должны были их перетаскивать. И поэтому, не дожидаясь, мы, москвичи, которые, ну, видели черешню, конечно, пробовали ее, и тем более знали, что это такое. И нам очень хотелось наесться черешней так, чтобы мы потом на нее смотреть не могли. И вот мы залезали на деревья, брали с собой маленькие ведерки. И перед тем, как набрать ведерки, мы сначала набирали полные рты черешни. Надкусываешь ягоды, полный рот ягод, и они растекаются душистым, ароматным, сладким соком по зубам, по языку. Сок брызгает даже сквозь губы и течет по подбородку. Солнце, жара, друзья кругом, этот сок, вкус замечательный. Что еще ребенку для счастья надо? Мы перекрикивали с дерева на дерево. Мы пели песни. Мы рассказывали анекдоты. Очень нам было весело, замечательно. Так прошла неделя. А так как мы приехали на 40 дней, прошла неделя, и в лагере у нас должен был быть, как это сказать, в пионерских лагерях тоже это было. Мы отмечали начало нашего приезда. Вот как это? Открытие лагеря. Вот открытие лагеря. Через неделю у нас было открытие лагеря. Нас выстроили на линейке. Был флагшток с флагом, который мы поднимали. Так как Люля была высокая, она была знаменосцемой. Она стояла впереди. А так как я была небольшого росточка, худышка, я стояла вторая с конца. У Люли было не очень хорошее зрение. Чтобы что-то рассмотреть, она вот так вот, вот так вот оттягивала глаз. И вот линейка началась. Мы все выстроились. Все такие, в общем-то, нарядные, красивые. И нам объявляют. А сейчас приедут гости нашего лагеря. Мы их все вместе сейчас поприветствуем, ребята. Мы все повернули головы. Смотрим друг за друга. Не видно. Куда-то отступаем. Смотрим. Идет делегация. Взрослые люди идут. Ну, нам-то это не очень интересно. Но все равно мы вытянули шеи. Смотрим. И вдруг я вижу. В числе этой делегации идет директор магазина. Я остолбенела. Я посмотрела на Люлю. А она стоит, хлопает, обняв флагшток. Я быстренько отступила шаг назад. И на корточках вдоль нашего строя подползла к Люле. Дергаю ее за футболку. Говорю, Люля, Люля, смотри, кто там? Смотри, кто это? Она смотрит и говорит, да я не вижу, кто это? Я говорю, Люля, это директор магазина. Он, наверное, приехал нас опозорить, что вот мы тапочки у него выклинчили. Но он же нам сам дал. Люля говорит, Люба, бежим. Она рядом стоящему отдает флагшток, и мы бежим с ней прятаться в палату. Мы с ней залезли в палату под кровать и думаем, что делать. Что? Ведь это же позор на весь лагерь. Что он сейчас будет говорить? Она осознает, не узнает. Люля говорит, Люк, мы с тобой сбежали, как трусы. Надо вернуться. Мы с тобой ничего плохого не сделали. Мы полежали, подумали. Потом таким же образом вернулись обратно на линейку. Встали каждый на свое место. А эта делегация начала обходить отряды не с нашей стороны. Поэтому пока это там они ко всем обойдут, пока это они там всем руки пожмут, поприветствуют, очередь дошла до нас. Вижу, директор магазина подходит к Люле, жмет ей руку, наклоняется и что-то тихо говорит ей на ухо. Потом идет дальше, подходит ко мне, жмет руку, наклоняется и тихо-тихо говорит. Тапочки не порвались еще? Я прыгнула отверг и говорю, нет, спасибо вам большое. Но мы же, говорю, не знали, что вы директор лагеря. А он говорит, девчонки, вот поэтому я вас расспрашивала, как здесь, что здесь у вас. Да, я директор вашего лагеря, но одновременно я и директор магазина. Я расспрашивала, чтобы узнать, что вы хотите, чего вам не хватает здесь, для того, чтобы жить полноценно, чтобы полноценно питаться. Вы же приехали не только работать и помогать нам, вы же приехали еще и отдохнуть. Я говорю, ну да, мы вам рассказали про картошку, про курицу, что курами закормили, и что картошки не хватает, и что молоком закормили. Он говорит, ну с тех пор что-то изменилось. Я говорю, да, конечно, изменилось. У нас появилась картошка. Он говорит, специально для вас была закуплена картошка. Теперь вы, девчонки, довольны? Я говорю, да, довольны, спасибо большое. Он говорит, а ты что так смущена? Я говорю, ну потому что как-то мне вот неловко, я не ожидала вас увидеть. Он говорит, ну я не мог открыть вам карты. А сейчас вы уже все знаете. Ну вот, вот так вот мы с ним поговорили. После линейки был концерт, мы все выступали, мы с люлей читали стихи, кто-то пел песни, кто-то еще что-то. Вечером был костер, и день закончился на хорошей нотке. Мы с люлей сели вечером на скамеечку, обсудили все это, порадовались, что все так хорошо для нас закончилось, что никто нас не ругал за эти тапки, никто у нас их не отнял, потому что ходить было не в чем. И вечером мы написали письма нашим родителям, чтобы они нам прислали денег. Конечно, деньги родители нам дали с собой, но дали нам, знаете, ну как, ну что в лагере нужно? Ну ничего не нужно. Тем более я всю жизнь ездила в пионерские лагеря. Девочки-то мои во дворе ездили, кто в деревню, кто еще куда. Мама меня не пускала ни с кем никуда, хотя меня и приглашали в деревню девочки. Но мама меня воспитывала строго, и она меня не пускала. Ни в деревню, ни в лагерь там с кем-то. Она не доверяла никому. Она брала мне путевку в пионерский лагерь, и я каждое лето, начиная со второго класса, отдыхала, с третьего, да, с второго на третье, отдыхала в пионерских лагерях. Я не знала, что такое отдыхать в деревне. И мне очень нравилось в пионерских лагерях. Ну вот и мама как-то так положила мне 5 рублей. Тогда 5 рублей были очень большие деньги. 5 рублей, ну и естественно эти 5 рублей у нас с Люлей, мои 5 рублей, ее 5 рублей разошлись на конфеты, на баранки. Ну что не хватает в лагере, если фруктов полно, кормят до отвала. Ну и на конфеты все это разошлось у нас. Ну что там осталось, вот я говорю. У Люля рубль, у меня полтора рубля. Написали письмо, и в скором времени родители нам выслали еще по 10 рублей. Наша дружба доставляла нам огромное удовольствие. Мы стали намного увереннее, и я, и Люля. Мы не боялись разговаривать со сверстниками. То ли это поддержка взаимная, то ли из-за того, что у нас был уже клан, два человека. Мы не боялись ни взрослых, мы не боялись ни детей. Нам было все равно, что там называют нас белыми воронами, что не от мира сего. Нам было все равно. Главное, что нам вместе было хорошо и легко. И мы победили свои комплексы. Комплекс боязни других людей и детей. И вот однажды наш отряд послали работать на уборку чеснока. Мы приехали на поле, на поле ехал трактор, он своими лопастями поднимал землю, и оттуда вываливались на поле огромные головки чеснока. Первую половину дня мы так и ходили за этим трактором с корзинками, кто с мешками, кто с сетками, и собирали этот чеснок. Нечем было полакомиться, настроение падало, жара, сушь, пыль. Привезли нам обед, мы пообедали с удовольствием. И во второй половине дня нас поставили работать на посадку капусты. Я до этого даже не знала, что такое и как это сажать капусту. Нас перевезли на соседнее поле, и в конце этого поля, знаете, была такая полоса леса. Лес перелесок, я не знаю, что это такое. Деревья вот так вот в ряд стояли, и за деревьями неизвестно, что было. Нас поставили в начале поля, поставили нам огромные тазы с водой, и там росли какие-то светло-зеленые листья, какие-то полузавядшие, с корнями. И когда мы глянули, а мы приехали-то кто в чем, глянули на поле, там вот столько было воды. Поле было залито водой. Земля залита водой. Ну, в общем, нам рассказали, тащите за собой этот пластиковый тазик, берете вот растение и втыкаете его в землю. Каждому дали по полосе, и говорят, дойдете до конца поля, вот ваша полоса, да, веревочки были натянуты. И там вас ждет сюрприз. Ну, хоть это, хоть как-то нас подстегнуло на работу, потому что, ну, представляете, после малины, после черешни вот такое сажать капусту. Ладно, стали сажать добросовестно. Мальчишки, конечно, кое-как сажали. Но мы старались добросовестно, через определенное количество сантиметров, втыкать эти ростки, но это было не очень приятно, потому что мы проваливались в эту землю, ноги еле оттуда вытаскивали, руки тоже были вот так по плечу, все грязные. Но когда мы дошли до конца поля, вот за этой полоской деревьев мы обнаружили речку. Радости не было предела. Мы были просто удивлены. Но я была еще больше удивлена. Я когда подошла к этой реке, я не поняла, это река или что. Вода внизу текла, желтая, 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 мутная, мутная, мутная. Мы с Люлей на это посмотрели, переглянулись. Я говорю, Люля, и что мы тут делать будем? Нам сказали, вот стоит ветла на берегу, можете забираться и прыгать. Деревенские мальчишки и девчонки именно так и делают. Наши мальчишки недолго стали раздумывать, залезли на эту ветлу и стали прыгать с ветлы в воду. В такую желтую воду. Река называлась Кубань. Кубань. Может быть, она вся такая желтая, я не знаю, но в этом месте она была желтая. Наверное, потому что там был песок. Я не знаю почему. Мы с Люлей тоже залезли на дерево. Сначала, конечно, побултыхались у берега, проваливаясь вниз, но побултыхались. И потом тоже залезали на это дерево и тоже ныряли вниз. С какой завистью смотрели девчонки, которые не могли залезть или не хотели, или хотели произвести хорошее о себе впечатление. Мы не хотели. Мы были детьми. Мы были счастливы. Мы были радостны. Мы впитывали жизнь каждой своей клеточкой. Солнце, вода, мутная Кубань нам было все равно. На перегонки с мальчишками мы прыгали в эту воду, прыгали на голову друг к другу, и нам было все равно, на какую сторону у нас сбивается купальник от того, что мы прыгаем в воду. Нам было абсолютно все равно. Из-за этого наши отношения с мальчишками были очень-очень легкие. Да не из-за купальника, что он сбивался. Ну, ни в коем случае. Нет, конечно. А из-за того, что нам было искренне весело. И мы не делали хорошую мину при плохой игре. Нам не надо было играть. Мы и так были веселы, молоды и прекрасны. Накупавшись, мы вернулись в лагерь. И нам пионервожатые объявили, что за хорошую работу, что мы все-таки прекрасно собрали чеснок, много, что мы все-таки замечательно посадили капусту, хоть и не умели. Нас наградили поездкой в Новороссийск. И через неделю наш отряд должен был отправиться в Новороссийск. Всю эту неделю с Люлей мы старались вести себя хорошо. И уже далеко от вожатой не отходили. Если мы собирали малину, то мы малину собирали рядышком. И не засыпали, не пели песни, не уходили куда-то далеко. Мы боялись, как бы не проворонить, опять движение за себя и за того парня. Как бы опять нам не остаться без очередной поездки. Держались мы с Люлей из последних сил, как бы чего ни натворить. Анализировали свои поступки. С мальчишками не ходили больше на костер, картошку не пекли, ходили за руку, спать ложились вовремя. А жили мы в домиках, знаете, такие, ну, можно сказать, фанерные домики с окошками, безо всякой прихожей. Вот открываешь дверь, дверь со стеклом была, и вот тебе стоят с одной стороны шесть кроватей и с другой стороны шесть кроватей. В палате было, в домике в этом, двенадцать кроватей, жили двенадцать девочек. Моя кровать была. Вот как входишь, с левой стороны тумбочка стоит. Моя кровать, потом пустая кровать, потому что девочка одна не выдержала прелести лагерной жизни и написала родителям. Родители приехали и забрали ее. И дальше шли еще кровати. На них уже спали девочки. Ну, здесь тоже спали девочки. А где-то недели три назад мальчишки работали на ягодах, набрали каких-то ягод и говорят, мы сделаем вино. Ну, что вы хотите? Класс, да, восьмой, перешли в девятый. Мальчики уже взрослые, уже, в общем-то, и пиво, наверное, пробовали, и вино пробовали. И говорят, давайте поставим вино. Мы говорим с Люлей, мы не будем пить вино. Ну, как хотите, но оно будет дамское, такое сладенькое, ну, чуть-чуть забродившее. Мы говорим, ладно, ставьте. Они говорят, девчонки, ну, вожатая спит вместе с нами, в одном домике. Мы не можем там поставить бутылки. Ну, мало ли там запаха или еще что. Давайте мы поставим, Любань, у тебя под кроватью. Ты все-таки у двери, так проветриваться будет. Я говорю, нет, у меня под кроватью не надо. Вот ставьте вот пустую кровать, ставьте. И они туда поставили свои бутылки. Шесть штук. Закрыли пробками, все, ничего не пахнет. Ну, стоит и стоит, да. А так как мы с Люлей были вечными дежурными, ну, вот так сложилось. Вечные дежурные. Мы с ней мыли полы, убирались аккуратненько так, аккуратненько, не трогая эти бутылки. И вот до поездки остается две ночи и три дня. И вдруг вечером, когда мы уже улеглись спать, приходит вожатая и говорит, приехал еще один вожатый, смена только началась, молодой парень, он будет спать с мальчишками. Я с ними спала, ну, чтобы там не хулиганили, по ночам не гуляли и так далее. А я буду спать с девочками с вами. Вот, Любаня, рядом с тобой пустая кровать, я на нее и лягу. Да и ради бога мне что, ложитесь. Я ночью сплю, я гулять не хожу. И легла она спать. А я на новом месте плохо сплю. И все уже заснули, луна в окно светит, а я все представляю, как мы поедем в Новороссийск. Я же никогда не видела море, ни разу в жизни. Ни разу. И я представляла, какое оно. И я знала, что вода соленая. Но это же интересно, как это так? Столько воды, и она соленая. И вдруг слышу, среди ночи, а все уже спят. Вот такие звуки. И запах какой-то кисляк. Я наклонилась, открыла дверь в тумбочке. Думаю, может что испортилось у меня. Хотя у меня там ничего не было. Фрукты все на деревьях. Кормят нас в столовых. Конфеты. С конфетами ничего не могло случиться. Заглядываю вот так под кровать. А у меня из-под кровати вытекает лужица. Я так рукой-то потрогала. Понюхала, думаю, фу, блин, что это? И до меня доходит. Что это бутылки под соседней кроватью, о которых я забыла. Я поворачиваю голову. Вожатая спит. Я наклоняюсь под ее кровать. А кровати были, знаете, такие железные и с панцирной сеткой. Которая, когда на нее ложишься, она проваливается почти до пола. И вижу, что вот столько не хватает, чтобы вожатая лежала на этих бутылках. У меня в мозгу проскакивает, боже мой, что сейчас будет, если эти бутылки попадают, если вожатая перевернется сбоку на бок. Я тихонько, не скрипя кроватью, сползла на пол и на коленках поползла в сторону Люлиной кровати. Люля, 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 дожила ей рот руками, чтобы она не вскрикнула. Люля, Люля, ты чего? Проснулась Люлька. Я ей шепотом рассказываю. Люля, вожатая, Люля, бутылки, Люля, потекло. Люля сползла с кровати. Мы подползли с ней к кровати вожатой. Заглянули. И в этот момент опять. Пу! Пу! Пу!